Доброе утро, зрители StopGame.ru! Впереди огромный кусок инфы про Microsoft на E3, но сперва самое животрепещущее. Вы же наверняка переживаете после вчерашнего инфакта, как там игроки в Division 2 на консолях. Так и не справились с операцией тяжелые времена. Спешу вас порадовать и успокоить, справились. И на Xbox One, и на PlayStation 4. Продрались-таки сквозь тернии 30 FPS к триумфу. Наверное, он был особенно сладок. А теперь к обещанной теме. На форуме NeoGav пользователь с ником Brawl Dreer вывалил список игр, которые входят в программу конференции Microsoft на E3 2019. По заверениям шпиона, поставщиками этой информации выступили не один и не два человека, задействованные в кухонных делах американской компании. Однако, какие-то события все-таки еще пока под вопросом. В итоге он разделил свои слухи на секции, в зависимости от вероятности их воплощения в жизнь. Я вам сейчас перескажу основной блок, то, что случится наверняка. Прочие сливы можете разыскать по ссылке из описания. Итак, Halo Infinite. Новый трейлер и дата релиза в конце 2020-го. Gears of War 5. Геймплей, мультиплеер, дата релиза в сентябре. Ori and the Will of the Wisps. Финальный трейлер, чтобы это не значило. Bleeding Edge. Загадочная новая игра от Ninja Fury. The Outer Worlds. Геймплейный трейлер, дата релиза. Cyberpunk 2077. Новый геймплей и приблизительная дата релиза. Age of Empires 4. Геймплей и дата релиза в 2020-м. Fable. Тизер перезагрузки серии, за которую отвечает студия Playground. Игра выйдет только на следующем поколении консолей. Sea of Thieves. Представление нового контента. Battle Tots. Геймплей и предполагаемая дата релиза. Практически все вышеперечисленные игры будут еще сопровождаться комментариями и подробностями со сцены. Что же касается консолей нового поколения, то их вроде как должны представить, но без показов внешнего вида. Только технические характеристики. Еще раз, на всякий случай, это пока только слухи. Напоминаю, что конференция назначена на 9 июня. 23.00 по Москве. А что Sony? А Sony по-прежнему не собирается на E3. У нее другие дела. Вот решил открыть подразделение для работы над фильмами и сериалами по своим играм. Называется оно PlayStation Productions. И, судя по первой информации, дебютная партия адаптаций уже находится в производстве. О чем конкретно речь и когда ждать, естественно, не сообщается. Глава нового филиала Осад Кизельбаш обходится лишь общими фразами про то, что благодаря такому маневру экранизации будут куда лучше соответствовать духу оригинала и вообще будут производиться с учетом интересов геймеров. Например, запуск кинокартин имеет смысл устраивать в перерывах между выходами игровых частей какой-либо серии. Ну что, делитесь в комментариях, по какой игре Sony вам хотелось бы посмотреть добротный фильм или сериал. Рогалики с системой мутаций – идея не самая свежая, однако всякая затея студии Double Fine вызывает интерес. Тим Шейфер и его товарищи объявили, что анонсированная во время мартовской презентации Nintendo Direct игра Red выйдет 20 августа. Сюжет рандомного постапокалиптичного приключения поведает о подростке, которому суждено отправиться в радиоактивную пустошь с великой миссией. Сделать там что-то такое, что поможет землям снова расцвести. Релиз запланирован на Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One и Steam. Out of Wilds до нас доберется еще раньше, 30 мая. Правда, только на компьютерах с временной эксклюзивностью для Epic Games Store и Xbox One. Этот кикстартернутый проект представляет собой эдакий масштабный космический детектив с открытым миром. Вы становитесь участником специальной космической программы, нацеленной на изучение Солнечной системы. Так что вам придется выяснять, кто это оставил руины на Луне, что скрывается в глубинах неизведанной планеты и как выбраться из петли времени, в которую угодил главный герой. Космос и исследования. Мы можем потерять пена на неопределенный срок. Вот, пожалуй, и все на сегодня. Не забывайте заходить на сайт stopgame.ru. Многие наши ролики появляются сначала там. Так оно, например, случилось с обзором любопытного проекта Dreams от Media Molecule. И еще не пропустите рецензию на Total War Free Kingdoms. Хорошего дня!